На протяжении 12 лет я работал с людьми и мы прорабатывали вместе эмоциональные блоки, панические атаки, хроническая усталость. 80% моей аудитории, моих клиентов, это была женская аудитория. А сейчас я попал в сообщество предпринимателей и там 90% наоборот уже мужчины. И я начал понимать немножко и разбираться в проблемах, которые есть у них. Первое, каждый предприниматель, он пытается выстроить бизнес и у него получается то, что у него в голове. И те ограничения и рамки, которые он выстраивает в голове, также проецируются на его бизнес. Те убеждения, которые у него в голове, деньги зарабатываются тяжело, у него постоянно проблемы, обиды на отца или какая-то вот заноза на отца и он постоянно в долгах и не может вылезти. Есть люди, которые не отождествляют себя со своим бизнесом и не могут брать дивиденды оттуда, то есть они уже давно богатые люди, но они не пользуются этими благами, которые у них есть. Им стыдно перед сотрудниками взять деньги, им стыдно поехать куда-то отдыхать, им стыдно купить себе машину. То есть им кажется, что вот эта организация, которую они создали, что это не их, а это некое сообщество, к которому он просто причастен. И это все из головы надо вытаскивать для дальнейшего роста. Так как если ты не будешь растягивать мозг создателю, руководителю, то есть вся организация будет стоять в пределах его разума. Для этого нужно растягивать разум учредителю. Для этого очень важно растягивать разум топ-менеджерам, это коммерческий директор, финансовый директор. Очень важно ставить разные задачи, чтобы они были перекрестны, друг друга они брали на контроль. В общем, очень важна коммуникация между людьми и сотрудником, сотрудником и учредителем. Для этого очень нужна психология для того, чтобы с этими всеми проблемами разобраться. Потому что если эти траблы из головы не вытащить, то эти траблы будут проекцироваться просто на твой бизнес, и ты будешь погрязать все больше и больше в долги, имитацию бурной деятельности, будешь уходить и не будет денег. Некоторые люди просто не могут озвучить сумму, которую он заработал, чистую прибыль. Потому что основная цель у него не чистая прибыль, а, допустим, просто контролировать людей и подавлять своих близких каких-то. То есть у них изначально задачи выставлены неправильно, и из-за этого имеются проблемы в бизнесе. То есть психология имеет проекцию на бизнес, и поэтому очень важно в какой-то момент начать разбираться с головой. Приходи, разберемся. Я эту тему начал изучать только сейчас, ну буквально там месяца два-три, и я бы хотел получить от тебя обратную связь, имеются ли такие проблемы, прав ли я. Может, у тебя есть какие-то свои выводы и оценки, можешь написать в комментариях, мы будем вместе с тобой разбираться, изучать эту тему. Мне очень важно твое мнение.